Сейчас охраной границ страны занимается пограничная служба ФСБ России. Ранее это были пограничные войска КГБ Советского Союза. После революции 1917 года было создано Главное управление пограничной охраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса пограничной стражи Российской империи. Но и до этого рубежи страны не оставались без присмотра. И Воронежский край занимал свое особое место. Мы с вами находимся на границе Руси позднего Средневековья. Потому что именно здесь проходила граница в далеком 1586 году, когда здесь была основана маленькая, по сути дела, пограничная застава, которая стала носить имя Воронеж. Даже площадь ее была просто микроскопическая половина Московского Кремля. Более тысячи лет назад русское царство защищалось от набегов кочевников с помощью системы заграждения из деревьев. Их называли засечными чертами. А потом постепенно стали строиться и небольшие крепости, в том числе и Воронеж. Она была на краю очень опасного дикого поля. Откуда только дикие люди, кто, кочевники, нападали на славянские поселения, уводили в полон красавиц, продавали и гаремы. И мастеровых мужиков тоже закованных в цепи вели на юг. И кочевники были, конечно, силой неуемной. И в разные времена это были когда-то печенеги, половцы, хазары, еще более древние скифы. И именно здесь Воронеж стал основным камнем преткновения в этой засечной черте. Спустя 110 лет после основания Воронежа сюда приехал Петр I, чтобы построить русский военный флот, благодаря которому границы страны были отодвинуты далеко на юг. Большинство крепостей времен засечной черты не сохранились. На их местах сейчас работают лишь археологи. Однако несли конселенных пунктов помнят свое славное пограничное прошлое. Это Землянск, Картаяк, Острогожск, ну и, конечно же, столицы Черноземья – Воронеж, за которые уже в 20 веке развернулись жестокие бои, в которых геройски себя проявил 41-й пограничный полк. На левом берегу были наши войска, на правом берегу были фашисты, и первые, кто принял на себя шквал фашистов – это были пограничники. Особо отличившийся – это был 41-й пограничный полк. Он буквально в первые дни боев, в начале июля 42-го страшного жаркого года, бросался порой даже в рукопашную, чтобы остановить фашистов, хотя силы были неравны, и очень мало кто из них остался живых. В центральном парке Воронежа расположена братская могила, в которой захоронены воины 41-го пограничного полка, погибшие в 42-м году прошлого века. Именно здесь проходят торжественные мероприятия в День пограничника. В этом году, по вполне понятным причинам, ни шествия от Кольцовского сквера, ни праздника с широким размахом не было. Однако в городе прошли экскурсии и конкурсы, тематические занятия для детей. 28 мая – один из самых главных праздников в году для многих-многих тысяч жителей нашего региона.